Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Сразу вопрос. Слушаю. 28 панфиловцев посмотрели. Посмотрел, замечательный фильм. Понравился? Я очень всем рекомендую посмотреть, очень понравилось, потому что, ну такое у меня было впечатление, что сейчас таких фильмов не может быть. После того, как я посмотрел этот фильм, может быть, народ тут собрался, и люди, которые народ к тому учат, правильно настраивают, помогли. И народ еще и деньгами вложился. Я сидел до конца, никак не мог закончиться список тех людей, которые поддержали этот фильм. И видел, что и вы являетесь информационным спонсором, это записано. И перечислены все, кто вложил свою лепту в это великое дело, вековечивание действительного поиска. Ну а что касается тех, которые считают, там их 28 было. Да, я мол, 28 тысяч было таких, как ванфиловцев. У меня был научный руководитель, герой Советского Союза Иван Васильевич Котов, который героя получил за форсирование реки Нарьев. Я и не знаю, где она, но знаю, что он там бился насмерть. Но ему повезло, его не убили. Он был доктором экономических наук. Скромный человек, два года думал, что не утверждают его диссертацию, а кто-то забыл про него там в ВАКе. И только вот декан съездил и нашел, что он уже доктор год и так далее. Такие бывают люди, которые там проливают кровь, а тут скромный-прискромный человек. Или, скажем, все знают Пятачок. Далеко ходить не надо, наш Невский Пятачок. Я там был один раз, собственно, на Пятачке. Там же возьми вот так вот в горсть, там половина металла. То есть там погибло людей, но не 28, и не 280, а гораздо больше. Не знаю, сколько точно. Там люди шли на верную смерть, и если бы не они, не прорвали бы кольцо блокады Ленинграда. Поэтому я думаю, что панфиловцы – это еще и символ определенный, символ мужества нашего народа, который показал, как надо стоять за землю русскую и за советскую, и за социалистическую. И который показал пример. А слюной брыжут те люди, у которых совсем другой настрой. Им куда-нибудь скарабкаться какой-нибудь, найти большое корыто и чавкать. Вот этим они отличаются. Так они, мало того, что они чавкают и около корыто, им хочется облить еще своим дерьмом вот то, что является святынями нашего народа. Панфиловцев, Зойко Смодемьянскую, вообще все, что есть. Про Чайковского что-нибудь плохое сказать, про Пушкина сказать. Ну, что такое Дмитрий Менделеев. Он вот как бы в чемодане бирки перебирал, и получилась периодическая система. Или, ну, кто вот создал неевклидовую геометрию? Лобачевский. Давайте похвалим. Ну, так. Да, вроде есть такое, но так никто не прославляет. А вы найдите памятник Менделеева в Ленинграде. У нас так хитро сделали. Сделали Ломоносовскую линию. Так. Ломоносовскую линию сделали около, нет, или улица Ломоносова, около гостиного двора. Это маленький такой, на набережной фонтанке стоит Ломоносов. Ну, хорошо, сделали хороший памятник Ломоносову у нас. Где? На Менделеевской линии. А Менделееву где память? Наверное, на Ломоносовской линии. Нету памятнику Менделееву большого. Главное, Сахару поставили, и площадь тут же переназвали. Да. Пара киноведческих вопросов. Наши кинокритики сказали, что в фильме «28 панфиловцев» нет конфликта. Вы заметили, что там нет конфликта? Да, я думаю, что обнимались наши солдаты с немецкими фашистскими войсками. И прямо вот близко-близко были. Вот когда танк вот так вот ерзал, для того, чтобы раздавить в месиво тех, кто был в траншее, это не было конфликта. Говорит об отсутствии конфликта, да. Вот, а вот я конфликтологию читаю у себя на работе. Конфликт – это противоречие, обострившиеся до такой степени, что аргументы, что силы аргументов заменяются аргументами силы. Да там весь фильм про то, как аргументы силы действуют, в том числе и сила духа нашего народа. Ну, тут у кинокритика «Горизонт» несколько хуже, он не понимает. Ну, да. Второй тезис. Да. В фильме нет главного героя. Что это такое? Вот они 28 бегают. А это олицетворение. Один человек может олицетворять весь народ. Как Зоя Космодемянская. Главный герой – это он народ. Вот советский народ, который защитил человечество от этой страшной заразы фашизма. Но если человек слепой, он такой вот, идейно слепой, или он, так сказать, ненавидит свой народ, или ненавидит не свой народ, вот в любом случае он тогда никакого героя не увидит. У него герои всех. У всех, которые успешные, которые на развале советской промышленности набрали себе гигантские капиталы. Вот у него герои какие. Но им так вот стыдно с этим вылезти, потому что, если ты увидишь раньше, ты увидишь человека, который едет на Волге. Он, во-первых, к тебе остановит, скажет, вас не надо подвезти. Это какой-то человек, который много-много трудился, и уважает чужой труд, и видит, как люди устали. Вы идете из леса, а сейчас, если человек едет на богатой машине, о чем это говорит? Навырвал много. Вот и все. Если вы видите, человек построил раньше завод, даже во времена прежнего капитализма. Ну, это значит, человек там организовал производство, наладил все. Можно за это его уважать. А сейчас, если он видит, так он награбил этот завод, он его смахинировал и каким-то образом приобрел. На ваучер или другим путем. Ну, не все такие. Не все, да. Я бы так сказал. Со своей стороны я бы следующий тезис выдвинул. То есть, я слушаю этих так называемых критиков, которые не видят конфликта, не видят главного героя. Я в этом вижу только одно. Это ненависть к Советскому Союзу, все, что с ним связано, а оправдание своей ненависти, они вот, вот это не так, конфликта нет. И даже, я бы сказал, ненависть к русскому народу. Почему? Потому что он сродился с коммунизмом, и поэтому, как бы, они хотят, чтобы уничтожить вообще этот коммунизм до тла. Надо вообще взять и уничтожить весь русский народ. А это не получится. Слишком большой народ. Многим это непонятно. Многим непонятно, но многие не понимают, что это значит неразрешимое. Потому что такая большая сторона России, что пока вот одни уже опустили руки, говорят, ну сколько можно бороться, мы не можем, мы устали. А в другом конце, вот так вот засвучивает рукава. Поэтому с русским народом и с Россией так не получится, как некоторые думают. Вот. Это хорошо. Вот так. Завершим отскок в сторону киноведческий. Про что сегодня поговорим? Ну вот я думаю, что мы должны как раз о России поговорить сегодня. Причем я вот так размышлял, несколько занятий было очень, я считаю, полезно. Судя по отзывам, люди, так сказать, говорят, что это сложно, трудно. Но, в общем, говорят, что надо трудно-то проходить. Потому что все такое, то, что возвышает, поднимает, все сложно. Поэтому они готовы пойти на сложности. Приветствую то, что мы даем примеры. Но вот я готовлюсь к сегодняшнему нашему занятию, к этому разведопросу. Вы же допрашиваете здесь, как я понимаю. Нет. Не допросы? А, опросы. Разведопросы. Ну, сначала опрос. Ну, понятно, там все стадии. Это когда оперуполномоченный под личиной простого гражданина идет беседа, как будто ни о чем. Главное важное. Понятно. Ну, вот и вы хотите все узнать. У нас даже тоже есть некоторые товарищи, их такие курсы читают, вроде как. Ну, все мы тут как бы выпытываем всякие тайны. Вот, например, студенты, они выпытать хотят тайны у преподавателей, хотят узнать. А потом преподаватели на экзамене хотят выпытать у студентов. И все они, все вот, все они хотят тайны. И все только этим и занимаются. Все ищут всякие тайны. Вот, ну, в известном смысле так говорят. Мы хотим раскрыть тайну, там, вот, науки логики, тайну, там, диалектики. Ну, вот, можно считать, что мы как раз этим занимаемся. Так вот, я вспомнил, что говорил Энгельс по поводу того, для чего нужна диалектика. Он говорит, ну, если вы будете вот сидеть в четырех стенах своей комнаты, можно ли обойтись. И вот, не случайно на меня некоторые товарищи, так сказать, накинулись, ну, что там насчет стакана, я сказать. Вот вы пример привели там. И даже на Гегеле я оставался. Это неубедительно. Я согласен, не очень убедительно. Потому что для того, чтобы заниматься диалектикой, другие нужные сферы гораздо более крупные. И проблемы другие более крупные. То есть, когда речь идет, скажем, о движении, о движении истории, о движении народа, о движении человечества. Когда речь идет вообще о всем, что движется, ну, а не о том, что очень медленно движется. Стакан тоже движется, конечно. Он истлеет, и разобьют его. Но, тем не менее, это не река, которая все время течет. Хотя уже поменительно к реке уже неправильно формулирует. Говорит, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Вы подумайте над этой формулировкой. В одну и ту же реку нельзя войти в два раза. Только в одну и ту же и можно войти в два раза. Если разные реки, это будет по одному разу. Поэтому действительное противоречие, действительно антиномия состоит в том, что в одну и ту же реку можно войти в два раза. А вторая, нельзя войти в два раза в одну и ту же реку. Надо прямо в противоположные взять утверждение. И каждый имеет смысл. Потому что вы в эту одну и ту же реку, в ту же Волгу, вы можете войти в два раза. Это Волга. И она остается Волга. Несмотря на то, что русло меняется, течение меняется. Вы настроили всякие электростанции, плотины. Все равно это Волга, Великая Русская река. Можно войти в два раза. А с другой стороны, имея в виду, что и течение меняется, и русло изменяется, и моря на Волге образовались рукотворные, нельзя войти в два раза. И что говорит диалектика? Надо взять и совместить оба эти противоположных утверждения. Они противоположные. И диалектика состоит в совмещении этих противоположностей, чтобы увидеть единство. И видеть и то, и другое. И видеть, в чем тут противоречие. Потому что противоречие не выбрасывается из жизни, потому что в жизни оно есть. И не переносится так в голову, чтобы это разделить и оставить только непротиворечивые части. А надо и противоречие тоже осознавать, чем занимается диалектика. Диалектика занимается тем, чтобы увидеть противоречие в жизни, а не выбрасывать его, что происходит в формальной логике. И вот с точки зрения формальной логики, ну, если порядочный человек или непорядочный человек, а с точки зрения диалектики нет ни одного порядочного человека, у которого бы не было недостатков. А в чем недостаток? Ну, если это советский человек, значит, это проявляется в каких-то действиях, которые противоположны его советской природе. А какие это тогда действия? Ну, антисоветские. Что тогда он антисоветчик? Нет, он антисоветчик, если он в основном, у него действия антисоветские, а кое-что советские. А вот если у него в основном действия советские, не надо записывать антисоветщики. Не надо считать, что порядочный человек – это тот, у которого нет недостатков. Нет таких людей. И наоборот, что таких? Вы знаете таких негодяев, у которых не было достоинства? Нет. Нет. Мошенник, и это даже в статье в уголовном кодексе о мошенничестве, что говорит, что это злоупотребление доверием. Человек доверял ему, а он взял его и ограбил. И вот этих людей, наивных, добрых, честных, которые доверяют людям, их ограбят, грабят и грабят. И мошенничество продолжается вовсю. Поэтому, возвращаясь к сути диалектики, хотелось бы сегодня взять в качестве примера для рассмотрения не какой-то предмет, а вот историю развития России. Близкий нам предмет. Но предмет уже в таком широком плане. История развития России с конца 19 века, когда капитализм уже был. Есть такая книга Ленина, которую он написал в ссылке «Развитие капитализма в России». Так, вот с этого рубежа, ну и до настоящего времени, и с некоторой перспективой на будущее. Хочется же всем узнать, что будет на перспективе. Что-то диалектика может по этому поводу сказать. Если она ничего не может сказать, ну что, тогда я дучи к гадалке пойду, она хоть сразу скажет, что вот ваша звезда, она говорит, что все будет хорошо. Или вот книжки раздают на Невском, мне однажды дали те, которые с Запада приехали, которые рассказывают о гресте. Ну, на свой, так сказать, западный глаз. Что вот, Михаил Васильевич, там вот есть Бог, который думает о вас. У него есть хороший план вашей жизни. Мне так как-то тепло стало на душе. То есть же хоть кто-нибудь там думает о моей жизни. А то я думал, что кроме меня никто и не думает. Жена еще, может, думает. А тут есть же там люди, думают. Хорошо же, это очень привлекательно. Наверное, в это деньги бросают люди. А они тоже думают, как нас куда-то завлечь и куда-то повезти. У них свой есть план нашей жизни. На самом деле. Причем не оттуда, а оттуда. Ну вот, если так ставить вопрос, тогда, значит, понятно, что мы не весь арсенал диалектики будем рассматривать, поскольку мы пример берем. Так, рассмотрим то, что нам уже знакомо. Это становление. Как единство бытия и ничто. Единство возникновения и прихождения. И вот эти два момента становления, и так и называются они моментами, они частями. Они моментами. То есть, а что такое моменты? Возникновение без прихождения не может быть. Прихождение без возникновения не может быть. Бытие не может быть без ничто становления, а становление ничто без бытия. То есть, два таких движения, которые в одном движении. И становление так и определяется. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Одно движение, в котором прямо в противоположные движения. Но это может казаться таким вот, на первый взгляд, что-то таким диким. А с другой стороны, что такое кровеносная система? Есть венозная кровь, есть артериальная кровь. Они прямо в противоположную кровь идут и прямо в противоположные функции. Артериальная приносит кислород, пищу. А венозная кровь забирает сейчас результаты распада в клетках. И уносит, и выносит в почки, в печени и так далее. Выбросит из человека и прочее. Так что ничего тут такого заумного нет. Это вот диалектика наука живого. Наука о живом. Потому что все живое противоречиво. Даже больше можно сказать, вы не найдете ничего живого, что бы не содержало все противоречия. И всякое движение противоречивое. Я вот иногда с водителями рассуждаю. Вот говорю, вот вы водитель, водитель, в машине меня ведете. На машине. А что такое движение механическое? Вот скажите, пожалуйста. Вот сейчас мы проезжаем эту точку. Мы в ней находимся или не находимся? Он так задумался. Но если мы в ней не находимся, то мы что это? Перелетаем что ли? Так если вы даже перелетаете, мы все равно в этой точке находимся. Значит находимся. Я согласен, что мы находимся в этой точке? Но если мы в ней только находимся, извините, тогда как вам удалось так резко затормозить? В этой точке. Значит мы в ней не находимся. И что мы получили? Раньше это называли, никак люди не могли понять, и философы крупные. Поэтому называлось это антиноемии. То есть у которых застревает человеческий мозг. И это правильно. И это правильно. Ну раз противоречит, ну все. А на самом деле, надо бы сказать, ну раз противоречит, вот это и есть. Это противоречие. Находиться и не находиться в этой точке, это противоречие механического движения. И вот в становлении. Если вы берете два противоположных движения в одном движении, вот вы же дышите, и вы же выдыхаете, и вы же вдыхаете. Так это два движения противоположных. Вы потребляете кислород, а вы выделяете углекислый газ. Это одно движение по существу, и один вроде те же самые органы, и это происходит одновременно. Вот для изучения противоречивого существует диалектика, и в истории все противоречиво. Все, потому что все там движущееся. И вот скажем, если мы хотим понять историю, если мы изучаем там черепки, это археология, мы же хотим представить вот предыдущую жизнь как живую. И я спрашивал студентов, скажите, а что такое, что вы изучаете? Он говорит, мы изучаем то, что было. Интересно, говорю, вот вы изучаете то, что было, сейчас закончите изучать, пойдете на работу, придете в фирму, скажете. А сейчас спросите, вы специалист почему? А я специалист по тому, что было. Ага, значит, вы знаете то, чего нет. То есть вы пять лет изучали то, чего нет, и пришли к нам. Нам такие люди, которые знают только то, чего нет, не нужны. Хотите, я вам объясню, зачем вы нужны? Зачем? Это очень интересно было смотреть. Как зачем? Вы, давайте по-другому сформулируем, что изучает история. История изучает современность. Как результат предшествующего развития человечества. Только люди, которые не знают истории, они берут в вершки. И они не понимают глубины того, что сейчас происходит. Не знают движения к нему. А Гегель говорил, надо взять результат вместе с движением к нему. А если вы берете результат, это никакой не результат. Это просто взгляд или представление, или мнение, а не знание. Поэтому историки тогда имеют самое глубокое знание. Потому что они не только удовлетворяются, что здесь стоит, а как он сюда пришел? А как сделали это стекло? А как сделали форму? А подставку еще вы сделали? Откуда у вас появился материал, которым вы покрыли стол? Ластол у вас изначально был сюда. И то есть сразу вся история вопроса тут возникает. Поэтому, конечно, это более глубокий и обширный взгляд. Но вот мы всю историю изучать не будем. Всех стран не будем. Мы ограничимся Россией. Она и так слишком большая, чтобы не говорить, что нам тут мало места для того, чтобы развернуться. Достаточно. Вот с конца 19 века, когда у нас что было? И до настоящего времени. И с перспективой на будущее. В 19 веке, в конце, у нас был какой экономический строй? Экономический строй? Капиталистический. А какое у нас было общество? Феодальное. Если кто это сразу не знает, пусть вспомнит, когда была буржуазная революция. Скоро будем отмечать ее столетие. Буржуазная революция была в 14 году. А почему же тогда, если экономика, капиталистическое общество считается буржуазным? Вот это вот вопрос. Вроде бы, причем даже в вузах, в советское время учили, что базис – это основа. На ней стоит надстройка. А тут какая-то грунта. Базис капиталистический. Надстройка феодальная. И общество, несмотря на то, что базис капиталистический, считается феодальным. Почему? Да потому что, на самом деле, отнесение к формации той или иной страны, надо не по принципу, какой базис, какая настройка, а какой класс у власти. А класс – это понятие экономическое или идеологическое. Наверное, и так, и так. Нет. Тут не так никак. Тут только экономическое. Берем. Классы. На классы люди делятся по положению в производстве. Это мы даже вспоминали о этих самых французских буржуазных историях. В этом смысл классификации. Какое у вас положение в производстве? У меня положение в производстве, что я не в производстве. Поэтому я к рабочему классу никак не отношусь. Хотя некоторые все просят туда записать. Вот я вот не хочу себя записывать в художники, потому что я рисовать не умею. И в композиторы не хочу. А вот есть люди, которые хотят себя непременно записать в рабочие. Я вот удивляюсь. Что-то такая тяга. Они слышали, что он передовой. Если я туда запишусь, то я тоже передовой. Ну, какой-то такой странный боковой карьеризм. И никто его там не собирается власти давать. А они думают, а вдруг он к власти придет? А я уже там. И могу возглавить это дело. То есть, сугубо экономический подход. Но, если мы говорим, что власти феодалы, то они, между прочим, кто такие? Они после феодалы, после того, как крепостничество у нас было отменено. А они оказались землевладельцами. Феодалы. У них земля. У них, у христиан мало. Отрезали от христиан землю. Они не могут хозяйствовать на земле. Они не могут даже капиталистическое производство нормально вести. Потому что раньше они, ну, с учетом той земли, которая у них была, это все делали, которую им помещик предоставлял. А потом помещик все это отрезал. Сказал, выкупай остальную часть. За деньги. Откуда у христианина деньги выкупить? Поэтому получилось так. Капитализм развиваться нормально не может. А феодалы, так сказать, держат колоссальные экономические богатства, земельные, у себя. И единственная партия, которая выступала реально за то, чтобы это, так сказать, отдать. Нет, вернее, не единственная, пожалуй. Феодалы, эсеры левые выступали за то, чтобы разделить землю по едокам. И выразили крестьянские, так сказать, настроения. А большевики это реализовали. Потому что никто другой не реализовал. Именно большевики реализовали вот это самое. Но это когда было? А мы говорим о 19 веке. То есть в это время, значит, страна России была феодальной. Потому что у власти стоял класс, имеющий мощную экономическую опору. Но не в капитализме, а в том, что он имел крупнейшие, важнейшие средства производства – земля. Что вы без земли сделаете? Не дам вам в аренду. И не будет у вас предприятия капиталистическое. Или такую цену заломлю. И вы будете за это платить. Значит, крестьяне платят, дескать, вы купаете, потому что им негде коров пасти и негде пахать. Или мало слишком, не прокормиться. Значит, капиталисты приходят. Вы думаете, можно я тут у вас построить? Да, можете построить. Но вот такая будет цена, что вы не захотите уже даже и строить. То есть все тормозило. То есть тормозило все развитие общества. Поэтому народная революция свершилась. Когда? В феврале 1917 года. А следовательно, а какой же был вот этот период? Как характеризовать период? Вот как раз после того, как крепостничество отменили, а строй был в экономике капиталистический, а в целом феодальный еще. Это феодальное было общество. Ну как его характеризовать? Как переходное. А что значит переходное? А значит, возникновение было капитализма еще шло. Оно не завершилось. И капитализм не стал наличным бытием. Наличное бытие – это значит, как мы говорили, вот становление. Оно единство бытия и ничто. Но бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. И становление исчезает. А что такое исчезание и становление? Отрицание и становление. Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Вот это борьба. А бытие – это спокойное единство. Ну какое спокойное? Как результат снятия становления. Очень важная категория снятия, которая означает отрицание с удержанием. И вот февральская буржуазная революция, которая положила конец этому господству феодалов, она является отрицанием феодализма. Но отрицание феодализма вовсе не является отрицанием эксплуатации. Ну одна форма эксплуатации, минус на другой. Вот в этом отрицание с удержанием. Переходный период к капитализму закончился. И с февральской революцией мы имеем наличное бытие капитализма в России. А в экономике он был давно, в XIX веке. И вот если мы так будем смотреть, мы не запутаемся в этих базисах, настройках, когда они не связаны. Потому что на самом деле класс по определению – это экономическое понятие. Даже если мы возьмем развернутое определение классов у Ленина в Великом Почине. Классы – это такие большие группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства. Согубо экономическая характеристика. По роли в общественной организации труда. Я, допустим, подчиняюсь, вы управляете. У нас разная роль в общественной организации труда, экономика. Так, по отношению к средствам производства, в большей части закрепленному в законах. Это тоже отношение к средствам производства. Есть у вас собственность на средства производства? Нет. Это тоже экономическая характеристика. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой мы располагаем, еще две характеристики. Размеры общественного богатства, которые попадают ко мне после всякого первичного, вторичного, третичного распределения, и способ получения. Кто за взятки получает, а кто трудится, не покладая рук. И как те, кто получают взятки, я гораздо больше получаю, чем те, кто трудится. Мы сейчас видим, знаем хорошо. Так что вот и Гулюкаев, вы думали, что он на стройке, а он в базе. Распределение же идет, материальных благ. Вот там оно распределяется. Оказывается, можно куда-то съесть высоко, и ты будешь в базе. Оказалось, что ты будешь прямо наверху, это самый министр, ну что еще выше. Поэтому, значит, что мы можем сказать? Вот и закончился переходный период от феодализма, капитализма. Он был долгий с падения крепостничества в 1861 года, переходный период, и, наконец, все, буржуазная Россия. Но буржуазия трусливая российская, значит, так она боялась вообще рабочего класса, что она слабо очень боролась. Опять вот кто добыл эту февральскую буржуазную революцию? Ну кто вот бастовал, кто выходил на улицы, кто требовал, чтобы уничтожены были всякие там привилегии, дворянство убрать и феодалов, разогнать всех этих самых помещиков, лишить их собственности, это требовали рабочие и крестьяне. Буржуазия, как писал Ленин, пролетариат борется, а буржуазия и крадется к власти. Боритесь, а тут мы придем, сядем и тут будем заниматься. Поделим, да. Да, и поделим. И поэтому, скажем, и советы, кто создал рабочий класс России, они как грибы в 17-м году сразу появились, опять, как в 1905-м, забастовочные комитеты из разных предприятий образуют единый орган, это получается совет. Потом обнаруживается, что председателем совета Петроградского является Киренский. О, какая удача. Удача. И представители Русского бюро ЦК, Шляпников и Молотов, долго ходили, никак не могли понять, а что творится-то в Петрограде? Пришли к Алексею Максимовичу, говорят, Алексей Максимович, что вообще происходит? Слушайте, вы, ЦК, вы не знаете, что происходит. А что происходит? А у нас создан совет рабочих депутатов. А где? А вот в Таврическом дворце. И, говорит, мы пошли. Есть такая книга 140 Феликса Чуева, 140 бесед с Молотовым. Ну, так это там рассказывается. Пошли мы, приходим. Огни горя, Таврический дворец, там, где сейчас Ассамблея страны СНГ. А там еще, между прочим, одно время университет мархидмаренизма был, партийно-хозяйственного актива отделения. Так что я там внутри ходил, знаю это место хорошо. И вот, подходит, говорит, а кто председатель этого самого совета? Кто-кто? Керенский. Ну, доложите, мы пришли члены Русского бюро ЦК. Доложили. И выходит Керенский, берет их за белые руки, идет их в президиум. Уважали большевиков. Сильных ведь все уважают, правда? Не важно, какие у вас взгляды. Если вы сильные, то да, но если не сильные, может, и не будут здоровы. Разговаривают. Чего разговаривать-то? Уважали. Уважали, поэтому посадили в президиум. И так Молотов такой замечает, ну, мы вошли в совет, надо было входить в совет. Как-то так, без выборов они вошли, их выбрал Керенский. Ну, так было. Нарушения и раньше были в советах. Не было такого, чтобы уж так советы делались красиво, только все от предприятий. Потом начали искать, от каких предприятий. Есть трамп-парк Блохина. Блохин был в совете. А кто еще был? Тимиря. Прошу прощения. Тимирязев. Был от депутат Балтики, как известно. И фильм был депутат Балтики. Ну, вот, это да. А так, вообще, еще плохо известно, кто и от каких предприятий был членом совета. Но, одним словом, эсеры были главными действующими лицами в этом совете и меньшевики. А большевики, так сказать, вот серьезные такой роли в первом совете. Но большевики высочайшим образом оценивали это вот учреждение советы, потому что это вот народ создал. Сегодня он за меньшевиков, за эсеров пройдет некоторое время. В советах же легко очень переделать, потому что вы отзовите там из этого предприятия, с этого предприятия, с этого предприятия. Отозвали представителей, он уже другой. Был эсеров меньшевистский, может стать большевистским. Поэтому надо выступать за власть советов, а в советах этот процесс пройдет как надо. И поэтому, ну, пока советы что-то решали, большевики были за власть советов. Когда их подмяло временное правительство окончательно, они временно, большевики, этот лозунг сняли. И сняли и после Корниловского мятежа, снова этот лозунг вывесили. Потому что после Корниловского мятежа, когда взмолилось временное правительство, что в итоге революция, имелась в виду революция буржуазная, но для буржуазей это не буржуазная революция, а вообще революция. Все с красными бантами ходят, и большевики, и меньшевики, и эсеры, всем хорошо. Весь народ победил. Народ. Поэтому теперь можно уже спокойно нанимать рабочих, потому что никто их не стесняет. Все эти притеснения закончены, кроме одного. Как были крестьяне стеснены, у них земли, эти отрезки оставались, так они и оставались. И никто, собственно говоря, не заботился о том, чтобы крестьян все-таки освободить от этих вот остатков феодального строя, от того, что помещики все-таки имеют в руках, держат землю, а буржуазная революция, она говорит, власть-то передала буржуазии, ей достаточно. А крестьяне не освободились от вот того притеснения, которое у них было. После того, как прошел Корниловский мятеж, и поскольку по зову Временного правительства большевики пришли на помощь Временному правительству и отразили, так сказать, Корниловский мятеж, ну и, соответственно, в это время они организовали Красную гвардию, вот, и тогда уже матросы с Аврора приходили, и они уже охраняли Зимний дворец, поэтому им не надо было куда-то бежать потом и искать там, где это временное правительство, они знали, где оно сидит, где войти, все это было уже вполне понятно. Вот это все был период буржуазии. Это какая была формация? Буржуазная. С февраля буржуазная формация до октября 1917 года, очень короткое время. Почему? Да потому что буржуазия не хотела бороться, так она и не хотела. Она ввела смертную казнь на фронте, вместо того, что дам землю крестьянам, она снова смертную казнь ввела. И она сама от себя, так сказать, народа отвратила, но на выборах в учредительное собрание большинство получили кадеты, сэры, меньшевики. У большевиков было второе место, то есть по всем канонам буржуазного парламентаризма большевики никакой власти не являются. Ну, по этому поводу большевики, в частности Ленин, писали, что мы не такие наивные люди. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы управлять страной, нужно, чтобы на твоей стороне удержать власть было большинство народа. Но если вы думаете, что вы большинство народа завоюете до того, как вы возьмёте власть, вы глубоко ошибаетесь. Сейчас, говорит, его правящий класс буржуазии использует это государство для того, чтобы на стороне буржуазии было большинство народа. Печать, там все средства, какие есть, книги, издательства, газеты, всё, все средства, какие тогда были, а сейчас гораздо более мощные, они в руках у буржуазии, поэтому она говорит, давайте голосовать, кто будет. Вот сейчас некоторые говорят, надо провести честные выборы и узнать, за что народ. Да не надо проводить выборы, вы посмотрите за месяц телевидение, и вы поймёте, что в голове у народа. Потому что вы жарите картошку и слушаете, что там передают. Можете присмотреть, и совершенно понятно, почему там такие идиотские фильмы показывают. Почему там всех убивают, чтобы у вас из головы последние мысли ушли. режут, жгут, убивают, открываешь, переключаешь, жгут, убивают, бьют, убивают. Зачем это делать? Ну вот, чтобы у вас не было свободного времени, потому что это свободное время, это время для свободного развития. Это какое развитие? Вас оглушают, вас пугают, вас отвращают вообще от этого телевидения. Идите в интернет, там порнография есть широко. Туда идите отдохнёте, да, детей начинают приучать к тому, чтобы они прыгали с высоких зданий и вообще занимались суицидом и так далее. Что мы не знаем, уже его теперь судить будут. Тут недавно, в перевью, внезапно выяснилось, что наш этот диссидент Буковский, помните такого? Да, как же. Как-то раз приезжал в университете, у нас тут выступал, нёс такую лютую ахинею, что даже педагогический состав университета дружно вскочил, какой же вы бактонок, негодяй и сволочий. Тут выяснилось, что у него полный компьютер детской порнографии, 27 тысяч фоток. Сначала Буковский закричал, что это ему КГБ накачало в компьютер порнографии, но за ним давно следили. И, так сказать, отслежено, что Буковский сам себе накачал вместо КГБ. Но тут, интересно, два аспекта. Аспект номер один, что самый выдающийся моральный авторитет, которого поддерживают всякие там Немцовые, царство ему небесное, моральный авторитет. Оказывается, педофил. Это раз. Но он, кстати, это недопустимо для подрыва авторитета диссидентского движения, и поэтому, наверное, он где-нибудь скоро полония поест и не доживёт до суда. Но есть и другие виды лекарств. Да, я так думаю. Но интересно же ещё и другое. А вот 27 тысяч фотографий развратного свойства с детьми, кто их сделал? Явно не Буковский. Это ж у вас индустрия целая. Ну, конечно. Это не у меня. Не надо на меня смотреть так, как будто у нас. Практически не у вас. Это в цивилизованных стране. Вот я хотел, чтобы вы отмежевали. Такое есть, такое организованное. Кто-то подыскивает детей. Поэтому и называют цивилизованное. Потому что раньше и так без слова цивилизованное было ясно, что она нормальная страна. А не это, кажется, надо слово специальное. Без слова никак она не держится. Но я вот хочу обратить внимание на вот те категории, которые мы тут изучаем. Применительно к истории. Значит, смотрите, что произошло. Значит, вот становление завершилось. А что значит завершилось? Оно чем завершается? Переходом на личное бытие. Как это вот описано в науке логики? Значит, бытие и ничто. Они же друг в друга переходят, да? Потому что вот переход бытия в ничто – это прихождение. А переход ничто в бытие – это возникновение. Спрашивается, а где, если есть становление теперь единства, возникновения и прихождение, куда делись бытие и ничто? Вроде бы они пропали. Вот человек читает и говорит, как какая-то пропажа. Но если он подумает, то и вот чисто логически запишет, что такое прихождение. Это бытие, запятая, переходящее в ничто. Короче, бытие. Как молодежи, требуют же короче. Вот они все время с меня требуют. Да, короче, хорошо, бытие. То есть, бытие только и есть такое, которое переходит в ничто. Никакого другого бытия нигде нет. Подумайте. Вы видели какое-нибудь бытие, которое бы не переходило бы в ничто? Нет такого. Вот что вот здесь кругом есть, что не переходит в ничто? Ну, медленно. Что-то медленно, что-то быстро. Передача быстро переходит в ничто. Значит, а вот стакан долго переходит в ничто. Но иногда можно и быстро его перевести в ничто. А ничто, переходящее в бытие, это становление. Короче, это что? Ничто. То есть, есть бытие и ничто. И мы брали становление как единство. Бытие и ничто. Так? И различали бытие и ничто. Оказывается, что это становление есть только благодаря разности бытия ничто. Что они разные, а они друг к другу переходят. Значит, эта разность, благодаря которой есть становление, исчезает. Всё. И всё, добытое нашим непосильным диалектическим трудом, исчезло. Так, ну это же диалектика, там не бывает просто исчезновение. Это отрицание с удержанием. Отрицание диалектическое только обязательно отрицание. На самом деле в жизни никогда не бывает такого, чтобы что-то было сплошное. Вот уничтожение всех, всякое отрицание всегда что-то оставляет. Точно так же, как всякая, ну вот скажем, возьми тяжелость. Это же, если он пророс, это отрицание желудя. Ну будет у вас могучий дуб. Это же отрицание. Но это, а желуде ради не дуб? Или вот говорят, что вот первично, курица или яйцо? Что вторично? Вопрос неправильный. И курица, это курица. И яйцо, это курица. Только на разных стадиях своего развития. Как вы их развели-то? Это все курица? Нет такого яйца. Нет такого животного яйца. Есть яйцо. Есть яйцо черепашья. Есть крокодилья. Ну вот если это крокодильное яйцо, это крокодил в виде яйца. А теперь в виде уже, надо сказать, полнующего крокодила. Это разные вещи. И здесь такая же ситуация. Значит, если вы берете отрицание, становление, что вот вроде исчезло все, люди думали, думали, руки опустили, все, надо расходиться. Ничего нету. Как ничего нету? Отрицание, становление. А становление что такое? Это беспокойное единство бытия и ничто. Ну, там капитализм и феодализм, они боролись. Вот это беспокойное единство, капитализм и феодализм, они боролись кто кого. Вот с периода 19 века до февраля. Эта борьба закончилась, все. А что значит закончилась? Всякая борьба закончилась? Нет. Стало бытие. И вот это бытие осталось что-то спокойное и простое, потому что отрицанием беспокойства что является? Спокойствие. Отрицанием беспокойного единства бытия и ничто является их спокойное единство. Как что? Ну, налицо. Что теперь? Раз спокойное единство, спокойное и простое. Простое, потому что отрицанием единства. Единство это только кажется, что это одно. Вот у нас с вами может единство быть только потому, что нас двое. А если я был один, представьте, я пришел бы сюда и заявил, что я вот профессор, я един сам с собой. Вы бы сказали, что может вы и профессор, но похоже у вас что-то с головой. Ну, вот я буду доказывать, что у меня есть единство с самим собой. Представляете? То есть, окажется, что слово... Люди, которые не смотрят за категориями, им кажется, что слово единство говорит об одном. Если раз завели о единстве речь, значит, говорится о многих людях. О многом. Потому что только тогда можно сказать, что у нас единые позиции, если они у нас разные в чем-то. Но в целом единые по какому-то вопросу. В основном единые. Поэтому, когда говорят, что мы имеем дело отрицания, становления, то это отрицание беспокойства, беспокойное и отрицание единства. А что является отрицанием единства? Простота. Сразу не додумаешься. Простое. Не единство, а простое. Потому что простое и единство – это противоположности. Какое единство? Просто вот простое и все. Спокойная простота. Она есть? Есть. Как ее назвать? Бытие. Раз она есть. Ну, а раз это что, чистое бытие? Ну, какое же чистое? Смотрите, что было. Возникновение, прихождение, снятие, становление. Значит, это не то. Не чистое. Это как? Ну, какое есть на лицо, такое и берем. А как называется? То бытие, которое теперь на лицо. На личное бытие. Ничего такого Гегель не придумал. Он просто подобрал вот те понятия, которые к этому подходят. Это очень сложно подобрать. Найти в языке то, что эту мысль точно выражает. Идти. И движение здесь идет от простого к сложному. И сразу скажу, что вот мы начали это движение от простого к сложному, а вообще движение от простого к сложному – это определение развития. Или еще лучше сказать, не движение от простого к сложному. Потому что можно подумать, что есть простое, есть сложное, и кто-то едет от простого до сложного. Одни идут, а другие едут, а третьи быстро летят. На самом деле это простое превращается в сложное. Это движение самого. Поэтому лучше сказать не движение от простого к сложному, а движение простого к сложному. Простое переходит в сложное, усложняется всё время. А что такое сложное? Вот некоторые говорят, ну что вы так излагаете? Ничего не понятно. А что тут непонятного? Сложное – это сложенное из простых. Если вы будете спокойно по порядку изучать, я понимаю, что это не так, это требует умственной работы. Но уж более такого выдержанного, так сказать, учебного пособия, чем науки и логики, более выдержанного, нет вообще в мире ничего. Потому что там только от простого к сложному. От простого к сложному. И каждая следующая категория, она сложена из простых. Если вы берёте какую-то категорию, допустим, вот схватили качество. Качество, есть определённость, взята, изолирована сама по себе. Объясните вам, что такое определённость? Хорошо, берём чистое бытие и тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Вот когда мы дойдём до неё, вот это и будет, я вам объяснил, что такое качество. А что такое наличное бытие? Берём чистое бытие. То есть надо всё движение взять. Вот то, что мы говорили об истории, если мы говорим, что история изучает современность, так же и каждая категория науки и логики. Поскольку она диалектическая, она берёт всё в движение, и содержание никуда не теряется, оно только усложняется. Содержание не теряется, потому что в капитализме есть феодализм, а в феодализме есть рабовладение, а в рабовладении есть первобытный коммунизм. Вот кровно-родственные отношения у нас большую роль сейчас играют в развитии нашей экономики. Несомненно. Несомненно. А вот посмотрите, вроде бы буржуатная революция вот в феврале, она уничтожила передачу по наследству власти. А зато контрреволюция, которая у нас прошла... Восстановила. Восстановила не передачу политических, а экономических. Вот кто будет наследником Конторовича? Кто, простите, этого самого... Кто будет наследником Лисина? Кто будет наследником Потанина? Дети. Кто будет? Дети. Я что, они способны организаторам производства? Ничего не знаем. Ничего мы не знаем. Мы знаем, что вся экономическая власть в современной буржуатной насилии передаётся по наследству. То есть, такого бурного распространения на всю страну, чтобы вот это уявление, чтобы власть экономическая передавалась по наследству, ну, вообще, усмотреть невозможно нигде. То есть, кровно-родственные отношения, которые были важнейшими в первобытно-общинном обществе, они вдруг получили колоссальное тут развитие и распространение. И если вы скажете, что это ничего общего с первобытно-коммунизмом не имеет, имеет, вот наш капитализм имеет очень много общего с первобытно-общинным коммунизмом. Тут всё кровно-родственное. И это несомненный шаг вперёд в развитии общества. Да, ну, это колоссально. Прыжок просто. Просто прыжок, да. Или скачок. Скачок. Для кого скачок, а для кого прыжок? Ну, вот, следовательно, что мы получили? Мы получили, что в результате февральской буржуазной революции капитализм стал наличным бытием. То есть, наличное бытие – это спокойное он есть. Спокойное и простое. Ну, мы представляем, что вроде и спокойное. А в чём спокойствие? А спокойствие в том, как вела война мировая, и как, значит, сражались рабочие и крестьяне за интересы феодалов и капиталистов. Теперь спокойствие в том, что только за интересы капиталистов. Феодалов вроде как их и отодвинули. Отодвинули, но земля у них осталась. Теперь за интересы землевладельцев и капиталистов борются. Напомним чуть-чуть, а то многие не знают, что Первая мировая война со стороны России велась за то, чтобы оккупировать и захватить Стамбул и пролив Дарданеллы, через которое наши капиталисты смогли бы продавать зерно прямо в Средиземное море. Тем самым улучшить своё благосостояние. Но при этом диалектически забогатели бы капиталисты, наверное, и крестьянам жить стало бы. Конечно. А крестьяне были мелкие буржуи, они же работали на рынок. Да. Поэтому каждый мелкий буржуа хочет стать настоящим буржуа. То есть уже землички прикупить и нанять бы работников. А все ведь, даже маленькие буржуи, то есть кулаки, они же все трудятся сами. Но они трудятся, но основная масса дохода у них не от своего, а от чужого труда. Вот что их делает кулаками. А если у него есть три работника или четыре, а у самого там восемь детей здоровых, и которые основной доход дают, то у него хоть есть наёмный работник, он не кулак. И люди, которые, как попало, называли кулаками, то есть по принципу, что они богаты. Ну и что, что он богатый? У него детей много. А в другой семье девочки одни родились, потом они замуж повыходили. И земля есть, и эту ещё и продавать надо, или сдавать в аренду, потому что не могут обработать. Поэтому само по себе количество богатства, даже такого, как земля, или такого, как количество коров, коней недостаточно для того, чтобы сказать, что это капиталисты сельскохозяйственные или трудящиеся. Вернёмся чуток назад. И вот империалистическая война идёт, а мы принимаем в ней. Это спокойствие. Это спокойствие. В этом спокойствие. То есть как было, так и идёт. Единственное муть отвода кто? Большевики. Нет, надо прекратить эту империалистическую бойню. Давайте, каждый должен добиваться поражения своего правительства. Это сейчас всё время вроде люди грамотные, некоторые историки, казалось бы, буржуазные, как-то с уважением должны относиться. Буржуазные историки. Помни идеалы буржуазной революции, и истину писать. Ну, не о России же поражение, говорится, а поражение своего правительства. Ну, правительство приходит, уходит, народ остаётся. Почему это представляет, что, дескать, большевики выступали за поражение России? Да ничего подобного. За поражение своего правительства. Тем более, что воевали там, в общем-то, не на нашей территории. О чём разговор? Это же было требование не в отношении России, а это было требование, которое базильский конгресс в социал-демократических партиях записал для всех. Дескать, вы за поражение своего правительства, я за поражение своего правительства. он забыл. И вот нас призовут на войну, а мы скажем, не пойдём. И всё. И что? И кто? И кто за это против войны проголосовал? Когда решали вопрос о военных кредитах, когда встал вопрос Карл Липпник в германском рейссаре, так его на каторгу. Весь состав рабочей курии большевистский в Сибирь. А ещё кто? А никто. А никто. Вот все, которые подписывали Балерский, манифест о том, что мы будем против империалистической войны, никто больше не выходил. Поэтому по итогу потом... Никому в Сибирь-то не хочется, наверное, да? Не хочется. Да не так стоит вопрос. Вопрос стоит так. Или в Сибирь, или в правительство. И вот человек голосует. Подниму руку в Сибирь. Ну или не в Сибирь. В тюрьму, как Карл Липпник. Не подниму руку в правительство. Ну, можно даже объяснить. Ну, вы представляете, какое было положение? Ещё бы. Тяжёлое. Пришлось решать. Потом, как же я не проголошу из-за военной кредиты страны? А в опасности? А кто в опасности? Это в опасности народ, которые пошли, погнали на бойню. Вот я был в городе Ипр. Там мне объяснили, что город Ипр, это вот такой город, где впервые применили газ. Иприт. И говорят, что если его понюхать, умрёшь. Ну, кто это вот говорит? Не знаю, потому что... Кто понюхал, тот не умер. Кто понюхал, тот уже умер. Поэтому это только больше легенда. Короче говоря, и там так и есть кладбище бесконечное. Много-много, значит, Солбиков стоит. Написано там, капрал такой-то из Австралии, лейтенант такой-то. Новый Зеланд. Чего они сюда прилетели? Чего они сюда приплыли? За чьи они интересы тут боролись? Короче говоря, всё спокойно. Всё продолжалось. Эта бойня народов продолжалась. По-прежнему, значит, людей гнали на войну. Уже, значит, роптать стали представители разных армий. И случаи, когда штыкали штыки в землю. Но вот это всё спокойствие. И в это время, в это спокойное время, когда есть буржуазное общество, ну, оно, во-первых, если вы покопаете наличное бытие, наличное бытие, есть результат снятия становления. А если он результат снятия становления, значит, становление есть в нём. То есть, вся история ваша в вас. А значит, и всякие там отрицания тоже есть. И вот, значит, в наличном бытие есть и ничто, но не налицо, не видно. Отсюда, вот на наличнике, посмотрите, вы там ничего не увидите, кроме наличников. Когда их откроете, тогда вы увидите там, что в избе. Если закроете, то и не увидите. Или наличные, допустим. Наличные у вас точно есть. А вот если у вас есть карточка, то это не значит, что у вас есть деньги. Это вы позвоните, спросите, банк-то это остался? Сейчас всё время же закрывает. Возможно, у вас это и всё. Не налицо деньги. Этого не надо путать. Наличное и безналичное. Так вот, наличное бытие, это хорошее очень понятие. Наличное бытие, что налицо. Налицо капитализм. А отрицание есть? Да феодализм же остаётся в смысле того, что земля-то крестьянам не передана. Поэтому, значит, это капитализм с отрицанием. Но это не налицо. А это как бы вот так подспудно. А все с бантами, всё хорошо. Всё капиталисты довольны. С красными замечу. Ещё никаких красных. С красными. Все уже с красными. С красными. Известно, когда у нас образовалась милиция. Милиция, народная милиция была образована временным правительством. И корпус жандармерии уничтожен временным правительством. Вот, поэтому... С точки зрения многих наших граждан царя свергли большевики. Это очевидный факт. Про милицию можно даже не заговаривать. Мне хочется про милицию досказать. Вот Дмитрий Анатольевич говорит, вот большевики образовали милицию. Нет, это временное правительство. Буржуазия, это ваши друзья организовали. Слова Дмитрия Анатольевича, как обычно, надо отлить в граните. Да. А что такое милиция? Чем она отличается от полиции? Я могу, например, разъяснить. Милиция – это вооружённый народ. Он народ должен охранять. И вот народная революция прошла. Ну, буржуазия представителем народа стала. Вот она провела народную революцию, и все с бантами. И полицию разогнать – милицию. А вот при Дмитрии Анатольевича решили, что хватит охранять народ. Надо охранять кого? Тех, у кого есть деньги. Известно кого, да. Вот это полиция. То есть малоохранных структур. Частных, ЧОПов, которые, если у вас есть деньги, вы наймёте ЧОПов, и от меня будете защищаться. Я приду, а вы в большом таких деле. Параллельно с вооружёнными силами надо создать частные армии. Да, а нет ограничений. Сколько денег у вас? Я даже вот прошёл курс частных охранников, у меня лицензия есть. Могу, так сказать, вот если взять в аренду оружие, ну вот как-то в аренду убрать, денег нет. А право есть. То есть вот это всё сделано тебе. Нет, всё равно. Ещё и полицию давайте сделаем. Ещё за государственные деньги. И за частные деньги можно вооружиться. И за государственные деньги. Кто вооружается? Буржуазии вооружаются. Вся Буржуазия вооружённая для зубов. И всё равно её жалко. Почему? Потому что убивают и их. Кто это будет сейчас? Я одна встречался в Смольном, когда у нас там газета сидела, Народная правда. И вот там встречался с одним из молодых таких предпринимателей. Говорю, как мне вас вот сейчас жалко, боимся мы за вас. Раньше вот нас, революционеров, за это боялись, нас убивали. Сейчас кому мы нужны? Мы вообще никому не нужны. А вот вы нужны. Вот вас надо убить. У вас средний возраст жизни же маленький. Убивает 30 с небольшим. Убивает всех. Убивает, убивает. Пожалейте. Вот я и в прошлый раз говорил, что надо входить в положение Буржуазии. Вот войдите в положение. Дмитрий Юрьевич, как им тяжело. Они же всё время под угрозой жизни. Умомочены, я вам скажу, они сами убивают друг друга. Это не марсиане. Высаживаются они сами. В рамках конкурентной борьбы убивают друг друга. И хотел бы ещё остановиться в словах Дмитрия Анатольевича, который сказал, что это была там любительская милиция. Им нужны профессионалы. Понятно. То есть, вот эта вот система МВД с средними, высшими учебными заведениями, академией, которая выпускала профессионалов высочайшего качества, это, оказывается, всё было ни о чём. А теперь, значит, они переименовали, то есть, красную машину они перекрасили в зелёный цвет, и она стала совершенно другой. За соответствующие миллиарды, за 12 миллиардов рублей. В моём понимании, если мы, ну, наверное, вот самое, так сказать, радикальное, то надо построить другую машину. То есть, например, закрыть академию МВД, закрыть вообще все учебные заведения. И так, не говорите, всё, закрывать, закрывать. Милицейские. Разогнать всех нафиг этих преподавателей, которые там каких-то любителей выпускали, набрать новых, замечательных. Где их возьмёшь новых-то? И тогда получится вот новая полиция, которая это сам. Нет, важно перенацелить её, задачи изменить. Вот задачи такие, охранять власть имущих, и всё. Вам, вы звоните, говорит, это милиция? Нет, говорит, это полиция, мы вам не будем помогать. У вас деньги есть? Нет? До свидания. Ну, так-то помогают. Я вам, как бывший милиционер, скажу, всё равно помогают. Да это у вас отпечатки, родимые пятна. Возможно. По старой памяти вы помогаете, неудобно, вроде как. Короче говоря, что произошло? Вот мы имеем, с одной стороны, наличное бытие капитализма, и в то же время отпечаток феодализма в нём. Какой? А тот, что здесь землевладельцы, земля не отдана крестьянам. И это противоречие сохраняется во всём этом капитализме, и оно всё время напряжённое. Второе противоречие. А почему у них, извините, перебью, а почему у них так получилось, если фабрики рабочим, а землю крестьянам, почему рабочим фабрики отдали, а крестьянам ничего нет? Нет, это же буржуазная революция, рабочим ничего не отдали ещё пока. Мы берём буржуазную революцию. Пардон. Нет, мы дальше пошли уже. А я ещё в буржуазном строе. Он и так-то короткое там время был. Дмитрий Ильич, как мы его там ускоряем? От февраля до октября. Но этот кусок наличное бытие капитализма в России. То есть, это не буржуазный был лозунг? Это народный строй. Вот народный всё. В фабрике рабочим это не буржуазный был лозунг. А вот то, что собственно священно неприкосновенно, это буржуазный лозунг. А раз собственно священно неприкосновенно, ну буржуазия, разве может она забрать землю у феодалов? А надо бы забрать по смыслу революции. Так вот во французской буржуазии, когда делала великую французию, она забирала эту землю и кому? Себе. Естественно, а кому же ещё? Ну кто пришёл? Революционеры пришли буржуазные и себе забрали. Это вот большевики забрали, это неправильно. А во французских буржуи это правильно. А вот даже, что говорил Маркс по поводу того, что национализация земли ускоряет развитие капитализма. На слух кажется, это какая-то дикость. Почему? Если вы национализируете землю, капиталисты будут уже арендную плату не платить землевладельцам, чем на земле которых стоят их предприятия. И издержки производства уменьшатся, прибыль увеличится, и капитализм быстрее будет развиваться. Поэтому наши дураки из буржуазии, дураки из буржуазии, они выступают за частную собственность на землю. Или идиоты. Потому что если вы хотите развития капитализма, то вы должны за государственную собственность на землю. Это умные люди, они хотят другого результата. Они хотят, а результат-то какой? Замедляется развитие, еще по этой причине. Поэтому, скажем, порты, например, государственной собственности во многих европейских странах, у нас тоже в основном в частных руках и так далее. Надо тут видеть, в чем интерес буржуазии. Даже буржуазия, вот она свои интересы коллективные, не умеет защищать российской. Потому что много всякой шантрафы, которая к экономике никакого производства, к организации никакого отношения. Случайные люди, но не случайно, они стремились где-то хапнуть, хапнуть, схватить, пока была какая-то заваруха. И вот, короче говоря, вот этот весь период, когда Советы уже есть, это органы, которые возникли одновременно с разной революцией, но органы, в общем-то, не так, не вписывающиеся непосредственно. Вот некоторые и раньше так преподавали в всяких академиях, в высших партийных школах, что вот после революции создаются, так сказать, власть Совета. Нет, сначала создаются Советы. Потом они берут власть, а потом строится социализм. И Советская Конституция, после того, как есть Советы, если нет Совета, какая Советская Конституция? Проекты можете писать сейчас, сколько хотите. Вот я вас информирую, что вот завтра выйдет газета «Народная правда», там будет проект Советской Конституции опубликован, фонда «Рабочая академия». Имеем право. Тем более у нас нет никакой государственной идеологии. Мы надеемся, что скоро будет маркетинговый ленинизм. Ну, надеемся, надеяться мы можем. Пока что мы видим только антисоветизм. Ну, вот так это мы, значит, мы плохо работаем. Согласен. Мы плохо работаем. Вы хорошо, мы плохо, ну что ли? Ну, как-то надо вот, да давайте похвалим. Она же написала, вот если вы хорошо будете там все делать, ну вот что у нас, какая последовательная такая идеология может быть? Или надо вот религию поставить? Или марксизм? Ничего третьего-то нету. Религия не может. Потому что у буржуазии есть антикоммунизм. На анти ничего не построить. Вот я против вас, какая-то идеология. Это ерунда какая-то. Ну, почему? Не скажите. Я тут с вами не решительно не соглашусь. Она еще не от меня конструктивная. Унешний враг сплачивает нацию, придает импульс. Задор боевой. Лучше работать, чтобы... Нет, нет. Если я знаю, куда я не пойду, я никогда вам не скажу, куда я пойду. Вот если бесчисленное отрицание я вам дам, туда не пойду, туда не пойду, туда не пойду. Это все неизвестно, куда я пойду. Вот если я вам скажу, я пойду туда, это будет всеобщее отрицание. Отвоюю у России Кубань. Курск. А там же город Куба был, да, и соединю с Кубой. Референдум проведу и с Кубой. Я сказал, какие у меня... Куба и Кубань, чтобы одну республику. Вот Россия враг. А так это уже позитив. Это не против вы. Это вы позитивную цель поставили. А если вы просто против того, что я говорю, это никакой конструктивы тут нет. Идем дальше. Значит, что получилось? Вот органы. Сначала образуются органы будущей рабочей власти, о которых, уже Ленин говорил, когда он приехал после нахождения в Германии и прогласил апрельские тезисы, что курс на социалистическую революцию, ноги даже не поняли. Только мы тут начали разворачивать строительство буржуазного общества, в котором можно рассесться, в парламентах. Так вот хорошо сидеть, как сейчас, так хорошо, опять начинается. Опять начинается, надо думать, вот как сделать. И большевики подумали об этом. То есть, вот кто будет выступать за народные интересы, тот в советах победит. В парламентах не победит. Почему? Потому что парламент никак не реагирует на все изменения, которые в народе произошли. А советы очень быстро реагируют, потому что советы формируются от коллективов. Вот переизбрали Петроградский совет, и он стал большевистским в сентябре. Как только победили корниловцев, совет Петроградский большевистский, московский большевистский, войска Северного фронта большевистские. Вот теперь уже большевики и Ленин стали подумывать о возможности установить другую власть. И вот они подумали, что мы свергнуть, конечно, можем власть. Это нет вопросов. Но надо же, если мы хотим Россию управлять, так для этого надо большинство народа на свою сторону. Так вот, как надо поступать? Здесь такая замечательная работа, уникальная в своем роде. У Ленина в 40-м томе полного собрания сочинения. Выборы, учредительные собрания, диктатуры, патриата. Где в лоб ставит вопрос, или не так? Вот мы второе место имеем в учредительном собрании. Правильно мы сделали, что мы взяли власть? Он говорит, правильно. Потому что вот мы возьмем власть с помощью власти. А власть для того и существует, чтобы привлекать на свою сторону большинство народа. Вот мы сразу крестьянам дадим землю. Раз. Эсеры не хотят же это реализовать, а мы реализуем. То, о чем они разговаривают. Мы мир народам дадим. Вы же не будете спорить, что никто больше не предложил прекратить эту бойню. Только большевики. Одно, большевики, два. Рабочим фабрики. Но они будут в государственной собственности. Но рабочий контроль там будет сразу установлен. Мы дадим возможность всем национальностям чувствовать себя свободно. И вы знаете, что в советской социалистической России никаких конфликтов между национальными. Не было. Не было. И начались они только тогда в Корбачевщине. Когда опять потащили этот рынок. Когда начали делить чай-горшки. И тогда сразу началась эта резня. А до этого все было прекрасно. И вот большевики привлекли на свою сторону большинство народов. Мы привлечем на свою сторону большинство народов. А как же, говорит, Дума. Как же учредительное собрание. Так как мы его, говорит, соберем. Мы его собрали в январе. И предложили признать, что совет это более высокая форма демократии. Потому что самый главный принцип демократии это возможность отозвать. Если я вас могу только избрать, отозвать не могу. Но это только карикатура на демократии. То есть только я вас избрал. Вы там пошли уже в буфеты. Там начали решать всякие дела. Но вы там лично не были. Но обещания за исполнение не ответили. Абсолютно. Никак. Невозможно. У нас вот депутат Шейн в свое время, когда Валентина Ивановна Матвиенко у нас отвечала за социальное развитие министром. Он ей написал письмецо. Как вот отзыв возможен депутата Тумы. Она написала, что парламентская форма народного представительства исключает отзыв депутата. Отозвать нельзя. То есть я обещаю вам с три короба. Вы меня изберете. Выполнять ничего не буду. Может, что-нибудь я исполню. Чтобы вы не говорили, что я ничего не исполнил. Может быть. Что-нибудь. А потом все равно я по списку партии пройду, чтобы вы там не говорили. То есть ничего вы со мной не сделаете. То есть я полностью оторван, отрезан от народа. А вот советы, они не отрезаны. То есть я, может быть, не умею хорошо говорить там. Я, может быть, заикаюсь. Но я вот хорошо умею организовывать. Этих людей оставят. А таких вот, которые разговор разговаривают, скажут. Ну, все. Поговорил Михаил Ачевский. Ну, спасибо. Мы послушали. Достаточно. Идите, посидите там. Давайте других изберем. И все. И советы стали. Большевистки говорят. Ну, вот мы берем власть. И после того, как мы взяли власть, мы сразу привлекли на свою сторону большинство народа. А кто проверил? А кто проверил? Вот проверяла Буржуазию. Она попыталась вместе с белогвардейцами, защитниками этих самых земельных собственников, она попыталась отнять эту самую власть. И кто? А народ отдал? Не отдал. Ну, кто воевал? Воевали. Ну, сама-то, собственно, революция, переход политическая была особо мерной. Правда? Да. То есть Петроградский совет утром берет власть, как Ленин советовал. Вы говорите, только власть надо брать в день, когда собрался второй съезд Совета. Потому что если вы раньше возьмете, скажете, что это Петроградский совет захватил российскую власть, гнать его этот Петроградский совет. А мы Российский съезд Советов. Рабочих, крестьян и солдат. Дало его. А если вы, значит, проспите, съезд разъедется, больше никогда он не соберется. Больше в Уразии такое не позволит, чтобы со всей России съехались советы рабочих, крестьян и солдат. Да вы что? Кто это им разрешит? Это тогда вот можно было. Еще в период войны вооруженные все солдаты, они не дадут их, так сказать, задержать. Последнее будет съезд. А вот вы прощелкали, так сказать, проспали это дело. Поэтому, когда люди говорят, вот Ленин сказал, вчера было рано, потом будет поздно. Не договаривают как. Рано было власть. Нельзя было брать власть. Надо взять власть в тот день съезда Совета. И вот утром Петроградский совет приходит и забирает власть. Что ее было забирать? Воевать не с кем. Не может быть там никакой войны, поэтому более мирной революции просто не может быть, потому что, ну что, и женский батальон, и юнкера. Кто там? Ну, они что, всерьез будут против Петроградского гарнизона? Имея за спиной Петроградский гарнизон и рабочую гвардию вооруженную, и матросов с Авроры, стоит передовой корабль, то тут же, который, ну так, для интереса, так сказать, щелкнул холостым выстрелом. А о чем это говорит? Что есть они холостые? Больше ни о чем. А зачем еще раз второе делать? Ничего не надо вредить, ничего не поломали, ничего не разбили, даже ни одной машины не перевернули. Ну, зашли спокойно, арестовали Временное правительство, потом же всех выпустили, и многие, посмотреть, если историю жизни этих самых членов Временного правительства, многие потом стали служить советской власти верой и правдой. Единственный подлец, Краснов, он Ленину пообещал, что уезжаю на Дон, Ленин говорит, мы вас выпускаем, только вы дайте слово офицера, что вы не будете воевать против советской власти. Говорит, даю. Выпустили, он поехал на Дон и начал организовывать Белую гвардию. И он начал гражданскую войну. Краснов, фамилия известная, негодяй. Потом его расстреляли, уже где-то... Потом он успел с нацистами посадить. Да, вот его тогда наконец поймали и расстреляли. То есть, как говорится, подлецы, они своё наказание находят, в конце концов. Но проверка показала, что именно потому, что крестьянам дали землю, крестьяне за эту землю воевали. Можно сказать, что они воевали за большейков, но это, я думаю, неправильно. Это можно. 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 Но они воевали. Это так же, как Великую Отечественную войну, для многих открытие, наверное. Но все наши войска воевали за товарища Сталина. Да, за товарища Сталина. Но вообще-то они... Стопатически. Да, они-то вообще воевали, конечно... А так-то за Родину. За Родину свою. И за землю, и за волю, и за лучшую долю. И тогда воевали. И тут воевали. Потому что какая может быть доля, и какая воля может быть, если тут пришли оккупанты. Поэтому, конечно, воевали. И за Сталина, конечно, воевали. Потому что он организовывал эту всю борьбу. Поэтому из-за него и он олицетворение этой борьбы. Дескать, это культ личности. Ну да, и что? Почему это культ личности? Это вождь. Ну, пускай культ личности, и что из этого? Нет, это не культ личности. Культ личности из Хрущева были делать. Поскольку там личности не было, надо было её надувать. Тогда это культивировать надо было. А что, культивировать не надо. Человек участвовал в гражданской войне. Человек по тюрьмам сидел, по ссылкам сидел. Человек в обороне царица научаствовал, в строительстве социализма участвовал, руководил всей обороной и наступлением Великой Отечественной войны, ну и вот ему один товарищ решил, так сказать, послать орден свой. Он говорит, я вот, извините, орден ваш принять не могу, он принадлежит только вам, и он должен, этот орден принадлежит тем, предназначен для тех безымянных героев, которые не на виду, чтобы сделать их известными всему, но и так на виду. И у меня уже есть один орден, имелась в виду звезда. И этого, я вас уверяю, вполне достаточно. Орден ваш возвращаю, спасибо большое. И Сталин. Это в газете было? Это у него собрано сочинение, переписка с этим товарищем, который прислал ему орден. Сильно? Да. И просто, и понятно, объяснено, главное, теоретически. Не просто, я скажу, с пониманием того, что в чем смысл орденов. Вот солдатам давали, медали ордена, Александра Невского какую-то операцию организовали, а так просто не получите. Вот, поэтому это не просто так. И у нас таких героев, то вы возьмите орденоносцев, они все герои в этом смысле. Герои, а герои Советского Союза, сколько их? Неужели их 28 героев? Давайте посчитаем, сколько героев Советского Союза. И вот эти люди, которые сейчас, вот в фильме, возвращаясь к этому, говорят, как их было, может, не 28, а 23? Или 27? Или 29? Ключевое слово – может. Назовите точную цифру. Не можете. Да у нас герои Советского Союза, вы все перечислены. Не можете назвать точную цифру. Перечислены. Не 28, 31, 32. Не можете, заткнитесь. Да они у нас перечислены. Даже мы можем их не просить. Откройте книги. Это безграмотные, темные люди. Других хотят сбить с толку. Это, в первую очередь, антисоветчики. Негодяи они. Согласен. Антисоветчики для них слишком... Какая тут полиция? Они просто подлецы и негодяи, потому что они свой народ ненавидят. Антисоветчик всегда русофоб. Наш народ. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И вот большевики поэтому взяли власть. И что произошло? А произошла опять вот картина, с точки зрения диалектики, скачок. Вот был один скачок, революция буржуазная. Это политическая революция, социалистическая, пролетарская. Так? Советская. Вот произошел скачок. Советы, которые были просто органы, они стали... Уже есть советское правительство и власть Советов. Но те же самые генералы, царской армии, они должны были выбрать теперь помогать правительству России, а другого нет. Только советское правительство. Или служить Антанти. Вот если вы патриот России, большевиков вы не любите. А с чего вы должны любить большевиков? Имею право не любить кого угодно. В царской армии человек служил, и вдруг они ни с того ни с сего будут любить. Да нет, не об этом они говорят. Но они, я говорю, не правительство пресекало, а Россию. И вот я говорю, в России буду служить. А они пошли. Исследование показывает, что большинство и самых крупных руководителей военных пошли к большевикам. У них не было личной присяги царю какой-то. Я малограмотный, не знаю. Ну, если... Вот как вы же говорили, что если я за Сталина, это что значит? Что я за Родину, и за социализм. Так же и присяга царю. Что именно царя имели в виду? Или имели в виду, ну, это все-таки страна олицетворяется царем. Было такое время. Дает повод для некой казуистики. Повод дает. Некоторыми поводами и пользуются. А мы берем вглубь. Вообще, если мы считаем, что человек воевал за Бога царя и Отечество, Отечество хоть на последнем месте стоит, но вообще-то он за Отечество воевал. За Бога тоже. Бог же не против Отечества. И царь вроде Отечество возглавляет. Ну, как? Богом назначенный возглавляет Отечество. Да, да. Ну, вот поэтому все-таки за Отечество. Потом, это основа. Он за основу воевал. А это на виду. Всегда, всегда. Вот начальники, а народу он всегда не на виду. Вечно он всегда выигрывает, проигрывает, известно, кто народ, а выигрывает операции. Ну, военачальники. Это же известно. Короче говоря, большевики взяли власть. Скачок. Какой теперь строй? Социализм. Какой социализм? Вот в декабре 17-го года какой был у нас экономический строй в России? Капитализм. Капитализм. Ну, как было, так и было. Ну, хорошо, вы пришли ко мне контролировать. Я сижу в кабинете, капиталисты. Сидите, вот у вас там тут красная звезда. Чего хотите, повязка там, полномочия, комиссаровые там, по контролю. Что хотите там, сидите, пожалуйста, где вам здесь? Если здесь плохо, садитесь сюда. Я продолжаю работать. Мне мешали? Нет. Запрещено комиссарам вмешиваться, и вот рабочему контролю, вмешиваться в деятельность предприятия. Вот о чем они должны думать? Чтобы вот эти вот капиталисты, чуя, чем дело кончится, не отвинтили что-то важное от этих станков и не выбросили фонтанку в него и в другие места. После этого вы, конечно, получите средства производства при национализации. На этом закончится экономическая ваша деятельность. Или начнется попытка как-то разрушенное все хозяйство привести в движение. А его невозможно привести, потому что если... Ну, вы знаете, какие главные части надо забрать из станков? Не надо тащить все станины и так далее. Как из пушки затвор. Вот. И все. И все. Поэтому. Поэтому. Вот сидели, люди контролировали до национализации. А что в период национализации? Что общественная собственность стала? Да ничего подобного. Вот написали мы теперь, что это вот государственная собственность. Что это означает? Во-первых, меня никто не прогоняет, если я директор. И даже если я хозяин, никто не прогоняет. Вы будете? Правда, хозяина вы уже не будете. Теперь хозяин государства. Прибыль государства. А директором будете работать? Нет, не буду. Ну, не будете, уходите туда. Это понятно. Власти не директоров у этих. В Китае, учитывая наш опыт и зная историю нашу, объясняли китайским капиталистам. Так, приглашаем вас директорами заводов. Не хотите? Ну, как хотите. Вот едет поезд. Вы или садитесь в этот поезд, или вы под колеса попадаете. Вот что вы выбираете? Тебе подумают, говорят, вообще-то лучше мы сядем куда-нибудь в вагоны. А мы вам тогда, прибыль, пока вы живете, вот если вы согласились, это как называется, сделка со следствием, как это называется. Вот пока вы живете, вы будете получать часть прибыли, солидную. И это китайская компартия выполнила все. Поэтому что, там не было гражданской войны в этом смысле. Там была война с Гоминданом, а с капиталистами особенно-то и не воевали. Ну, конечно, Гоминдан представлял капиталистов. Но, в общем, капиталистам удалось склониться, учитывая опыт России. Зачем вам это все, вот такие приключения? Короче говоря, вот начался переходный период. Опять становление. Становление чего? Вот какое становление началось? Потому что спокойствие закончилось, все, власть другая. Спокойное буржуазное течение закончилось. Наличное бытие капитализма прервано. Началось что? Что, коммунизм? Нет. Капитализм остается. Социализма нет. Какой социализм, когда экономика капиталистическая? Становление это? Только становление. Вот, становление. То есть, переходный период от капитализма к коммунизму, это становление коммунизма. Когда этот переходный период закончился, то есть, собственность общественная, вот это значит построен коммунизм. Наличное бытие коммунизма. А до того, как вся собственность стала общественной, это становление коммунизма, а не становление социализма. Потому что социализм, это когда коммунизм уже есть, его первая фаза. Я хотел выкрикнуть, что это первая фаза. Первая фаза только, да, и все. То есть, вот если мы диалектически к этому подходим, вот беря эти категории становления и наличное бытие. Когда наличное бытие коммунизма у нас появилось в России? В Советском Союзе. Когда? В 1936 году. Не в 1917. До 18. Да, вы же сразу сказали, что это капитализм. Да. И вот я просто... А что произошло в 1936 году? Чем это отмечено? А это отмечено не в 1936, а это отмечено завершением коллективизации. Вот коллективизацию завершили уже в начале 30-х годов. У нас же, значит, что происходило в государственном секторе? В государственном секторе происходило следующее. Основные средства производства обозначены как государственные, общественные. Но узкий круг этих предприятий по единому плану действует в интересах общества. Это вот реальная общественная собственность, ее мало. А все остальное госкапитализм. Ну вот как сейчас Роснефть. Да. Или Газпром. Они же государственные? Государственные. План есть? Нет. Ну нет плана. Они сначала себе набьют, так сказать, зарплату большую, а то, что останется, прибыль отдают государству. Так и эти действовали точно так же. Ну невозможно организовать рабочий контроль сразу, и чтобы все действовать в общественных интересах. Да что вы будете контролировать? Плана нет. Сделайте план. А план – это план ГЛРО в 2020 году. Три года надо, чтобы только был составлен план ГЛРО. Был съезд президиума Госпланов. И решили, что будут долгосрочные планы на 10 лет. Так его и не сделали за все время существования социализма в СССР. Не сделали планы на 10 лет. Не сделали. Почему это? А вот сложно. Во-первых, сложно. А во-вторых, надо такое понимать, что если вы не сделали плана, что у вас население-то живет не 10 лет, и предприятия живут больше, чем 10 лет, у вас еще полустихийное производство. Не вполне планомерное. Потому что люди-то подумали об этом в 2020 году, а вы не реализовали. Вот пятилетки были, как при Сталине, так, за рамки того, что было сделано при Сталине, и не вышли, сколько было после него всяких разных генеральных и первых. И не вышли за рамки того, что было. И опять, и Сталин же виноват. А царь виноват, что он не заготовил на все время советской власти зерно. Да. А большевики виноваты, что у них вы не сделали 10-летнее планирование. Ну, в чем? Все виноваты, кроме нас. Да? А то мы молодцы. Да. Видите? И вот по мере того, как эти государственные предприятия вовлекались в единый план, так что план-то разрабатывали. Академия наук занималась чем? Не тем, что у нее отбирали институты, и не спорами с правительством. Зачем вы этому замминистра отдали все наши академики? Академики вам скажут, вот вам план развития всей страны. Хорошая для вас задача? Вы, академики, кто умнее вас, кто лучше знает, составьте план развития России. Это уважение вообще к интеллигенции? Интеллигенты, они до этого смотрели на большевиков, на тетях ходят с ружьями, с повязками, с маузерами. Им сказали, вот вам задача. Это же счастье для ученых. Счастье, план для тех, кто занимается гидростанциями, техникой, химией, физикой. Идите, создавайте институты. Все же признаются, что вот в это и были созданы институты прекрасные, и прекрасно работали. Всплеск науки. Ну, если бы этого не было, разве могли бы мы полететь в космос, и разве могла бы быть ядерная бомба, термоядерная бомба. Кто ее первым изобрел? Советский Союз. Атомную, американцы. А термоядерную уже, водородную уже, Советский Союз. А ракеты? Это же тоже надо было все сделать. Это как может быть? Вот потому, что это начали делать, когда учредили госпланы, товарищ Куйбышев этим занимался, и другие инженеры, которые думали об этом. И Академия наук была этим озадачена. И вот она озадачена, она к этому привела. А сейчас, значит, плодами пользуются, и хотят уже Академия наук вроде как и не нужна. Действительно, давайте сделаем клуб ученых. Вы соберетесь и будете рассуждать. Не нужно. И фундаментально. Шибко много дум. Шибко умные. Так вы до чего-то додуматься, не до того. Вот, можете не до того додуматься. Поэтому лучше вас надо под контроль. Вот ведь в чем, почему что привлекает. Люди-то ведь не за слово социализм держатся, не за слово там большевики, не за слово рабочий класс. А то, что рабочий класс, чтобы себя освободить, он же должен иметь ученых. Потому что без этого у него дети будут не обучены. И учителей, здоровье у него нужно. Для этого медиков нужно. Ему, так сказать, искусство нужно развивать. Ну, все знают, что культура. Ну, все, даже самые ярые противники советского строя выходят и говорят, ну, в советское время культура, конечно, развивалась лучше. Ну, очевидно это всем. Не сторонникам социализма, а противникам, очевидно, заречайшим. Ну, какие-то вот отъявленные подлецы и негодяи только вот могут выступать против этого. А так основная часть массы приходит, интервью, какое-то, так сказать, вещает, они политическую позицию выражают, даже антисоветскую. А говорят, а в советское время вот лучше всего к культуре и к науке относились. Ну, это факт. Факт. Не разгоняли, а создавали. Военные училища не разгоняли. Еще. Вот. То есть, этого не было. Короче говоря, вот этот процесс. И вот этот процесс, переходный период. Становление. Было и возникновение, было и прихождение. Говорят, а вот сколько было безобразия. А прихождение было. Между прочим, а буржуазный строй уже не был в целом. Но уклад-то был буржуазный. Трех человек-то можно было нанять? Ну, вот вы трое работаете на меня, а я, значит, слежу, чтобы вы на меня хорошо работали. Можно было делать перед НЭПом? Говорят, а вот Сталин взял, закрыл НЭП. Да не закрывал он НЭП. Зачем он будет его закрывать? Мы уже эту тему обсуждали. Ну, вот если я могу купить в государственном магазине дешевле и лучше, неужели я пойду к частнику? Я не пойду. А поскольку вы, так сказать, эту задачу решили, то есть, наконец, госкапитализм истлел, в том смысле, что все предприятия государственные по единому плану стали действовать, ну, и частник сам по себе, так сказать, закрылся потихонечку, как он и закрывается в ходе конкурентной борьбы. Это ему понятный язык. Ну, всё, идти надо на работу, на завод. И не думать, не по 12 часов работать в этих ларьках. И не ходить в нормальный туалет, а не в ведро. И частник не бустовал и не бузил в конце 20-х годов или 30-х. А где оставалась частная собственность? В деревне. А в деревне революция социалистическая не прошла. Не прошла. Потому что социалистическая революция предполагает общественные собственные средства производства. Когда она может пройти? Когда крестьянин убедится, что из этого разделения по едокам выйдет тот же самый капитализм. Как вы и говорили большевики, говорят, мы вам отдаём землю, но предупреждаем, что у вас будет точно как до революции социалистической. Точно будет. И точно 6% в кулаках. И также эти кулаки вспарывали потом животы беременным женщинам, председателям сельсоветов, учителям и так далее. Вот есть такой фильм «Отец и сын» Анатолия Иванова про это. Сильнее. Вот только его так плохо показали, чтобы никто не видел, как расправлялись кулаки вообще с людьми, которые работали на селе. Ну, уже старый фильм. Сценарий Анатолия Иванова. Отец и сын, вот, и вот там, и вот там того. Пять лет назад, десять, сто? Нет, 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 пятнадцать. Пятнадцать? Примерно, да. И вот там отец и сын ловят того негодяя, который вот убивал. И вот, наконец, нашли они его. И держат сын на мушке, говорит, как же я, гостя, его буду убивать? Это же человек. А ему отец говорит, стреляй, они нас не жалели. И тот стреляй. Правильно говорит. Вот, кстати, сегодня я вот принёс даже газету, вчера появилась газета, там интервью товарища Бастреки, он опять вот вашу идею проводит, что надо конфисковать всё. Абсолютно. У негодяев. И не только у негодяев, а у членов их семей. Должно быть определено кубло, в рамках которого ты не можешь устраивать на работу жену, детей и прочее. Здравствуйте, а почему у него не получается? Он уже сформулировал, который раз уже пишет. Ну, потому что власть. Нет, а кто-то там сидит, такие люди, которые, видимо, думают, хорошо, вот примут такое дело, а как же я? А так же? То есть много там непойманных. Вот в чём дело. Как это, если гражданин Захарченко держит на дому 9 миллиардов, которые в сумках туда занесла его жена, мне интересно, жена должна вместе с ним отвечать или нет? А вот Хорошавин, между прочим, в кондиционный суд подал, который на Сахалине миллиард получил. А он даже другой пример приведет. Вот когда я службу нёс, вот есть муж и жена, воруют предметы искусства и истории из государственного эрмитажа. Муж ворует, жена продаёт, а сын в этой семье на эти деньги живёт, вместе с папой и с мамой. Вот вопрос сразу, а сын в ответе за дела отца или нет? А у нас свободное общество. Да, да. Вот ответ. Вот обязан ли сын донести на отца, что он ворует из эрмитажа государственное достояние? А вы знаете статья, вот он даже говорит, я вот могу ничего и вообще не отвечать вам на все ваши вопросы, если даже я под следствием, если в отношении членов там своей семьи, и всё, молчать буду. На здоровье, для этого и созданы оперативные службы, чтобы за вами подсматривать, подслушивать. Вот и работайте, и я вам помогать не собираюсь, вот вы и работаете. Так точно, так точно. Так и бывает. Короче говоря, не получается у товарища... Договорю, и мне сразу будет видно, вот зарплата, а вот дом за 8 миллионов, я не знаю, долларов, а вот машина за 100 тысяч долларов. Расскажи, откуда на твою зарплату она появилась? Мама денег дала, мама сядет. А вот товарищ Хорошавин, который миллиард взял взятку, он говорит, что вот он подал конституционный суд, и в конституционном суде будет рассматриваться вопрос, что, дескать, это вот я свободный человек, у нас такое законодательство, что вы не должны вообще это касаться того. Вы меня можете там арестовывать, то всё, а вот это имущество не трогайте. А я вам так скажу, Михаил Васильевич, что, во-первых, законодательство, и в том числе конституция, это никакой не розетский камень, который нельзя исправить. В него надо вносить исправление, дополнение, поправки, как в передовых Соединённых Штатах. Вот Абрамовича внесёт. Вот законы надо менять. Вот он и поменяет, Абрамович, чтобы такие люди, как вы, не выступали. А если этого не делать, у нас есть исторический опыт, и не только у нас. Если этого не делать... А, вот вы угрожаете. Да, всё закончится кровавой баней. Я не угрожаю, я просто, глядя на опыт, неплохо понимаю, чем всё это... Вот я тоже говорю, что люди могут доиграться до того, что люди будут другими средствами решать. Это кто будет виноват? Вот те, кто так вот построил эту систему. Ну вот возвращаемся к тому, что провели коллективизацию. Теперь коллективизация – это какая собственность? Это, говорят, это у нас нехорошо писали. Дескать, есть общенародная собственность и кооперативно-колхозная собственность. Это две разные общественные собственности. Это чепуха. Есть одна общественная собственность появилась, общественная, в двух форумах. А форума собственности, так сказать, означает, что содержание – это собственность и общественная, что в интересах общества действует и в городе, и на селе. Вот если в интересах общества по единому плану действует, а он план, сначала контрактация, так сказать, есть фиксированные цены, закупочные и вполне приемлемые для колхозов и так далее. И весь план на всю страну, вот эта система полномерного введения хозяйства к середине 30-х годов сложилась, и производство подчинялось общественным интересам. А если производство подчиняется общественным интересам, какая собственность? Общественная. Вот. И вот поэтому, а если общественная собственность, то на французский манер – это коммунизм. А значит, какой строй наступил? Коммунистическое. На личное бытие. Значит, вы при каком обществе жили? Мне-то очевидно, что при коммунизме. Ну вот, видите, я жил при коммунизме, но я мало жил при коммунизме, а вы еще меньше. К сожалению. Зато вы имели возможность сравнить. При коммунизме пожили, при капитализме. Может быть, у вас, не знаю, какие у вас были политические представления, но каждый человек нормальный сравнит и сделает вывод. Ну, как сказать. Ну, жуликам-то лучше сейчас живется. Безусловно. Если чуть-чуть отвлечься, то, к сожалению, в жизни любого человека происходят одинаковые вещи. Сначала тебе 15 лет, а потом тебе 55. И ты... И очень быстро причем. В 55 от себя в 15 отличаешься настолько сильно, что это абсолютно разные люди. И в 35 тоже как-то еще не очень. Но при этом тот же самый человек. Вы и сказали, что это диалектика. Осознание и понимание. Ну, вот смотрите, вот теперь мы возьмем опять категорию. Закончилось становление коммунизма. Да. И поэтому, скажем, безграмотный Хрущев, который вылезает на 22-м среде в 1961-м году и говорит, да, вы родились, а он вылез на трибуну. Если бы раньше родились, вы бы не пустили. Я успел поставить в очередях за кубуру. Вот этот самый Хрущев заявляет, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А мы вот рассказываем и доказываем, и объясняем, что прошлое поколение советских людей, прошлое... Вот мой отец 29-го года рождения, мать то же самого. Вот они жили при коммунизме уже в первой фазе. А что такое первая фаза? Это такой коммунизм, который во всех отношениях несет отпечаток старого строя. То есть коммунизм с отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Это же снятие капитализма. А снятие мы только что разбирали применительно к буржуазной революции. Это отрицание с удержанием. Что удерживается? А вот высшие из буржуазного строя вышли. Разве может быть что-то, какой коммунизм, который выходит из старого строя, и прямо чистый-чистый коммунизм? Такого не может быть. Родимые пятна. Родимые пятна. А что значит, Рави? Вот мы и говорили, что поэтому и к капитализму надо с уважением относиться. Это же мама. Мама коммунизма. Вот если родимые пятна. Родился он, его родил капитализм. Но рабочий класс капиталистический боролся за коммунизм. Вот он построил уже не капиталистический. И в переходный период рабочий класс построил коммунизм, но с родимыми пятнами его, хотя на личное бытие. И вот на личное бытие. Что дальше произошло? Изменялась при этом жизнь. А что такое изменение? Изменение – это и описывается категорией изменения и равенства с собой, и неравенства с собой. Одновременно. Если я изменяюсь, то я и равен самому себе, и неравен. И мы об этом уже говорили, что есть такие категории, как равенство с собой – это в себе бытие, а неравенство с собой – бытие для иного. То есть всё время идёт, идёт, идёт изменение. Это достаточно, чтобы описать то, что происходило с середины 30-х. Недостаточно. Было не просто изменение. Изменение может быть и вниз, и вверх. Изменение может быть в положительную сторону, может быть в отрицательную. Поэтому такая чушь, вроде как, я за перестройку. Что значит перестройку? И можно дворец перестроить в хлев, можно хлев перестроить в дворец. Вот конюшни, которые были там, царские, которые на Исаакиевской площади, они же перестроены в выставочный зал. Ну давайте выставочный зал перестроим в конюшне. Или Кремль был деревянный в Москве, стал каменный. Хорошо же? Можно и наоборот. Хорошо. А можно каменный взять и перестроить, это всё разрушить, разломать. Поэтому вот ходил Горбачёв, как дурачок, понимаешь, а вы за перестройку? Как можно будет вообще за перестройку? Скажите, что вы собираетесь перестраивать? А никто не собирался вам говорить. И людей ловили на том, что как бы мы хотим перемен. Мы вот-вот получили перемены, вот будете голодные, бездомные, цены будут расти, тарифы будут на все. Вы хотели перемены? Вот и перемены. То есть, с точки зрения категории изменений, вот изменений стало много. Да, безработные появились, проститутки появились. Бандиты. Так, бандиты появились. Крыши всякие разные. Взяточников, море всяких появилось. Их расстреливали раньше, их и не было почти. А сейчас их сообщают всё время. Власть буржуазная всё время стреляет. Извините, стрелять не стреляет, а всё время их ловит. А они появляются и появляются. И будут. Появляться. Десятками тысяч. Вот что происходит. То есть, изменения есть, так вот было развитие, и шло развитие коммунизма. В первой фазе. До чего оно должно было дойти? До второй фазы. А вторая фаза чем характеризуется? Надо было классы уничтожить, то есть деление на классы. Вот говорят, а с кем воевать? Ни с кем не надо воевать. Нет такого класса, если уже социализм построен. Есть рабочий класс, крестьянство колхозное, интеллигенция. Есть класс, который враг социализма? Нету. Нету. А есть? А борьба закончилась? Да борьба вообще никогда не закончится. Вот для того, чтобы вам что-то сделать хорошее, нужно бороться всё время. Ну, даже с тем, что не хочется это делать. В общем-то, даже если делаешь нехорошее, и то побороться придётся. Да. А здесь рабочий класс решил свою классу? Не решил. У него задача была уничтожить классы. Так он только вот первую фазу сделал. А неравенство между городом и деревней осталось колоссальное. И сейчас оно колоссальное. И неравенство между людьми, физическим и умственным труда осталось колоссальное. И никаких сроков ни Ленин не мог указать, ни Сталин не мог указать. Но задача-то стояла. А теперь говорят, всё. Всё. Не надо это делать. Перестройка и так далее. То есть, что произошло? Произошло то, что вот это движение должно было дойти до высшей фазы. Когда? Один человек вам не скажет, сколько нужно времени, чтобы неполный коммунизм стал полным. Неразвитый стал развитым. Незрелый стал развитым. Никто не строил. Никто. Как можно вот сколько? Вот китайцы прямо говорят, у нас переходный период будет сто лет. Всё там написано, диктатура пролетариата в программе. Будем строить сто лет. Но если раньше построить, никто их не будет осуждать. А многие вот сейчас орут, что никакой это у них не коммунизм, а самый что ни на есть капитализм. И они тоже правы. И у них и капитализм есть. Переходный период у них. Не какой-то ещё. Это не коммунизм, я согласен. И не социализм, тоже я согласен. Ну, если они написали, что у нас переходный период. Чё, вы ломитесь в открытую дверь? Да. Но это социалистическая страна. Мы будем различать. Становление и наличное бытие. У них становление коммунизма налицо. Если вы хотите подчеркнуть, что там есть прихождение и примеров тысячу привести, да там миллиарды. Миллиард с лишним. Там много людей будет показывать, сколько много отрицательных явлений. А у нас нету. А где есть такие страны? Только благорастворение. Да. Поэтому там есть и возникновение, и одновременные прихождения. И взяточники есть, и расстреливают их. Расстреливают, это же хорошо. А взяточники есть, это же плохо. То есть, там есть и движение вверх, и движение вниз. Всё есть. И это будет долго. И что, лучше жить в период становления коммунизма, чем в период загнивающего империализма. Вам нравится загнивающий? Умирающий, загнивающий в гниении там находиться всё время. Ну, кому нравится в навозе, так сказать, находиться есть такие. Ну, как известно, навоз – это полезная вещь. Могут вырастить такие растения хорошие. И вырастают, какой бы ни был навоз, и сколько бы ни было дряни, мы же не можем вычеркнуть, сказать, что капитализм даёт только отрицательный. Это же неправильно. Ну, производство-то всё-таки есть. Но нет другого производства. Есть капиталистическое, оно нас и кормит. Нельзя же так зачеркивать, что всё-то, да, всё-то не то. Ну, это, конечно, не та форма, которая является прогрессивной. Ну, она сейчас кормит и поет. Пока вы не сделали другую форму, что вы будете просто топтать эту форму? Давайте, переходите, создавайте, и так далее. Готовьтесь, беритесь, и так далее. Но как вы можете просто зачеркивать то, что есть? Не можете это зачеркивать. Короче говоря, они уже и Китай хотят затопнуть. Давайте ещё Вьетнам затопчем, потому что они ещё тоже не построили социализм. Давайте Корею. А Корею уже построили социализм, всё равно топчут. Кубу, которая пошла назад, послушала этих, и миллион рабочих перевела в самозанятые, то есть в мелкие буржуа. То есть вот там чистое прихождение пошло после того, как Кастро сменил его брат. Ну, это переходный период, всё равно страна социалистическая. Ну, пока мы же раньше им здорово помогали, сейчас не помогаем. Значит, им не подянуть, видимо, отступили назад. А что такое наступление? Должно быть только вперёд, вперёд и вперёд. Где вы знаете такие войны и такие вот виды борьбы, когда одно наступление? И никаких отступлений. Такого не может быть. У Ленина было отступление, Брестский мир отступление, отступление, НЭП отступление, отступление, но, что говорил в последней речи Ленин, что я верю, верю, что из России НЭПовской, перед депутатами Моссовета в 22-м году, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая. Ну, получилось же социалистическая, получилось. А Никита Сергеевич мог бы сказать, что я верю, что из России социалистической будет Россия капиталистическая. За ним могут, так сказать, и Брежнев, и все вот эти люди. Но они вот хитрые были, не говорили, а куда вели. И вот в это же самое время, значит, развитие шло. Развитие социализма шло, а в развитии есть противоположные тенденции. Какие? Во-первых, это, ну, если это родимые пятна капитализма, значит, от коммунистической природы социализма ее отрицание. Одна тенденция – развивать коммунистическую природу социализма, другая – ее отрицать. Есть носители, представители, и борьба идет соответствующая. Как нужно это разрешать в противоречии? Через борьбу за коммунистические тенденции. В чем в экономике это проявляется? В том, что в приоритете общественных интересов. Вот все противоречия экономические должны разрешаться по принципу приоритета общественных интересов. И тогда все будет развиваться. А если поставите приоритет частных, все будет разваливаться. Поэтому пока у нас стоял в экономике приоритет общественных интересов, он у нас стоял до 1965 года. До сентябрьского пленума, который объявил, все, значит, прибыль во главу угла ставим. Перед этим были в правде статьи Либермана и, значит, еще директора нашего завода имени Свердлова за прибыль, дескать. Давайте прибыль. Вот если вы снижаете цены, а была сумма снижения стоимости, снижение себестоимости, то, конечно, у вас прибыль растет. А вот если у вас цель прибыль, то вам, то тогда у вас можно просто менять структуру выпускаемой продукции, и у вас будет прибыль возрастать без того, чтобы вы что-то хорошее сделали. Вот второе противоречие между непосредственно общественной природой, социалистического производства, его отрицанием, то есть товарностью. Не товарное производство, не бывает два производства. Два производства было в переходный период, а здесь производство-то все социалистическое. Но я думаю, если я плохой социалистический работник, не думаю не о том, как увеличить общественное богатство, а как получить большую долю меньшего пирога. Что-нибудь нарушаю? Нет. И таких людей что, мало было? Много. Значит, мелкобуржуазность была? Была. А мелкобуржуазия была? Нет. Ее нет, как наличное, а мелкобуржуазность есть. Не то важное, что я делаю, а то важное, что я за это буду иметь. И про это в свое время и Ленин писал, что сколько таких мерзавцев из рабочих, которые хотели дать обществу поменьше и похуже, а взять у него денег побольше и получше богатства. Поэтому это вот противоречие, оно присутствовало, противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Как оно разрешается? Если вы будете приоритет общественных интересов в экономике соблюдать, оно будет разрешаться в сторону развития коммунистических начал, в сторону развития коммунизма, в полный коммунизм. А дальше, а классы еще остаются? Значит, а какой характер эти интересы носят общественные? Ну, вот они носят такой характер, что это интересы рабочего класса. Он больше всех заинтересован. И он не может себя освободить, не может рабочий класс удовлетворить свои интересы, если он не улучшит положение крестьян. Потому что кормить надо всех. Не улучшит положение интеллигенции. Учить надо всех, лечить надо всех. В том числе и своих детей. Поэтому рабочий класс, он может быть темный, он может быть неграмотный, но объективно заинтересован в том, чтобы все общество, трудящееся, жило хорошо. Оно и жило хорошо. И с каждым днем жило лучше. С какой бы вы ни взяли момент, взяло до какого года? До 22-го съезда, до 61-го года. А потом все хуже и хуже и хуже. Почему? Потому что вот эту роль рабочего класса выкинули, а он главный субъект. Если он главный субъект, вот он, вот его власти нужно укреплять, бороться за интересы рабочего класса и со всякого рода мелкобуржуазными устремлениями поставить интересы любые другие, других классов слоев или других отдельных личностей выше интересов рабочего класса. Вот рабочий класс субъект. Если он субъект, он должен планомерно все осуществлять в развитии. Да. И вот планомерное развитие в интересах рабочего класса. Следующее противоречие, я только назову, учитывая, что у нас время заканчивается, это противоречие, которое было между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе, разрешается через приоритет интересов рабочего класса. Теперь между планомерным характером социалистического производства и элементами стихийности в его организации. А потом мы берем для этого систему управления, а в системе управления есть ведомственность, местничество, криризм, бюрократизм. Так вот, значит, надо разрешать противоречие между социалистическим характером системы планового централизованного управления государственного и вот всеми этими мелкобуржуазными действиями. И оно разрешается не внутри системы управления. Для этого нужна всеобщая борьба трудящихся за интересы рабочего класса. То есть, по-прежнему классовая борьба. И вот классовая борьба за то, чтобы не было классов, за движение вперед и обеспечивает развитие социализма в полный коммунизм. И в этом роль советов, которые должны быть по коллективам, потому что это самая удобная форма для продолжения классовой борьбы до ее полного уничтожения. Потому что нет больше классов, нет и классовой борьбы. Все тогда. И отсюда ясно, что если брать нынешние и сегодняшние ситуации, вы прекратили классовую борьбу, пришел старый класс и взял власть. Ну так, а что вы хотите? Все нормально в этом смысле. Можно сказать, ну, раз вы уступили, так сказать, по разным причинам. Будем говорить, вот кто-то недодумал, кто-то поверил, кто-то надеялся на начальство. А что вы только надеетесь? Вот сами думайте, сами читайте, сами просвещайтесь, сами боритесь. Ну, а если рабочий класс, так сказать, и трудящий создадут советы. И также мирно, как это было в 17-м году, передадут власть советам. Советы возьмут власть. Мы уже знаем, как развивать и улучшать нашу жизнь. И как дальше двигаться к полному коммунизму. Вот, собственно, и все. Это будет уже становление, опять становление или переходный период, становление коммунизма или переходный период от капитализма к коммунизму. А у нас был переходный период с 61-го года до 91-го, 30 лет от коммунизма к капитализму. И он прошел. Вот все мы знаем. У нас самая богатая история в нашей России. Никто такой истории не имеет. Мы уже обучены и теоретически, и практически. Дело только за тем, чтобы трудящиеся, так сказать, они со своей интересой боролись. О чем у нас была и раньше речь. И будет, наверное, и в будущем. Многое становится понятнее. Даже так, темное становится менее темным. Да, превращается в серое. Превращается в серое, да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Приходите еще. Очень интересно. С удовольствием. Надо подумать, чтобы было интересно. Это не так просто тоже. Продолжаем осваивать диалектическую логику на конкретных примерах. Спасибо. А на сегодня всем. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...